После этой прогулки у Даши каким-то особым, непонятным ей самой путем, началась обида на Телегина. Точно он был виноват во всем этом унынии, пыльного, раскаленного солнцем провинциального города, с вонючими заборами и гнусными подворотнями, с кирпичными, как ящики, домишками, с телефонными и трамвайными столбами вместо деревьев, с тяжелым зноем в полдень, когда по серовато-белой, без теней улице бредет одуревшая баба со связками вяленой рыбы на коромысли и кричит, глядя на пыльные окошки, рыба воглая, рыба, но остановится около нее и понюхает рыбу, какой-нибудь тоже одуревший и наполовину взбесившийся пес, когда со двора издалека дунайской сосущей скукой заиграет шарманка. Телегин виноват был в том, что Даша воспринимала сейчас с особенной чувствительностью весь этот окружавший ее утробный мещанский покой, не намеревающийся, видимо, во веки веков сдвинуться с места. Хоть выбеги на улицу и закричи диким голосом «Жить хочу, жить!». Телегин был виноват в том, что чересчур уж был скромен и застенчив. Не ей же Дашу в самом деле говорить «Понимаете, что люблю!». Он был виноват в том, что не подавала себе вестей, точно сквозь землю провалился, а, может быть, даже и думать забыл. Субтитры создавал DimaTorzok